Всем привет! Сегодня наконец-то видео о косметике. Я расскажу вам о своих новинках, что купила, что нравится, не нравится. Такой апдейт буду по любимчикам, нелюбимчикам на данный момент и что приобрела. Немножко сегодня даже детского будет, а ребенке расскажу про волосы, про уход. Меня спрашивали. Вот из новых приобретений. Тангл Тизер расческа покупала в Сифоре турецкой. Она и в других, в Гратисе, кстати, на сайте я их в них видела, есть тоже, ну была, по крайней мере. Мне очень нравится эта находочка. Есть такая фирма профессиональная, Фармар называется. Это профессиональные там ножницы для парикмахеров. Она вроде бы испанская, что ли, не помню какой фирмы. Может не турецкий вроде бренд. Профессиональная. В интернете, на инстаграме есть страничка. У них есть крутые очень расчески, массажки такие. Я хотела купить, но заказать трудно. Я не профессионал, короче, целая история. Купила тангл Тизер на ручке. Очень довольна, мне нравится. Наверное, куплю еще одну, потому что одна будет моя, а вторая дочке. У нас свет вот любимый, видите, фиолетовый такой, лиловый, голубой, розовый. Это наша тема с ней совместная. Одинаково у нас вкусов схожи. Короче, советую, если сомневались, покупать. Я жалею, что раньше не купила, мучилась. Закончился, почти закончился вот этот шампунь от Estelle. Миракл для восстановления волос, шампунь-уход, очищение, пантенол, жизненная сила. Короче, восстановление, Миракл, Ревайв. Ну, короче, девочки, не советую. Почему? Ну, обычный шампунь чудес не творит, ничего не восстанавливает, ничего суперского не делает. Такое себе обычный проходной шампунь. Везти из-за границы в Турцию не стоило, короче говоря. Дальше, турецкая, это в Турции, в России, думаю, нет, тоник для волос, это здесь называется. Может, в России тоже тоники для волос есть. У меня самый обычный дешевый просто скин покупала в Росмане, в градисе их навалом, так сказать, даже цены вроде пониже и побольше флакона других фирм. Короче, в градисе покупайте, там больше выбора. Это малина, фрамбуа, сач, сырке, это тоник. Типа сырке, это у нас тоник для волос, сач, сырке, это у нас уксус, уксус для волос. Отзывы очень крутые, помните, мне Катя вообще это советовала, она прям кайфует. У нее очень плотные волосы, у меня тонкие. Это не для тонких волос, поэтому эта история идет у меня мужу, дочке, но не у них плотные волосы, у меня тоненькие. Для меня это очень сильно до скрипа, это уход на одну минутку после шампуня, типа как поласкиватель такой для волос, тоник. И смывать надо. Так вот, у меня волосы путались комком, стали ломаться, на третье применение у меня волосы ломались. Но на плотных волосах это офигенная штука, очень многие хвалят. На плотных волосах, они знаете, как вот после ботокса для волос, мягкие волосинки, прямые, тугие. Знаете, вот этой плотности не дает, но знаете, какая-то жирность. Вот она тоник, она сырке, уксус убирает. У меня вот они, видите, комками стали какие-то ломаться, тоненькие для них сильно. А вот для плотных волос они становятся более послушными, легче расчесываются, там вот рекомендация, типа лучше расчесываться. Вот у меня наоборот волосы путались, они стали слабыми, тонкими и ломкими. Для плотных, жирных волос, турецких и восточных, самая та штука. Присмотритесь, у кого такой тип волос восточный. Далее про волосы. Купила вот такой шампунь ребенку, обычный. У нас пропали шампуни, да, видимо, из-за подорожания ее цен, всяких просто цен, подорожания шампуней. В Росмане, например, у меня маленький выбор. Короче, раньше была какая-то, вот, я забыла, немецкая фирма, сейчас этот шампунь 150 лир стоит. Раньше он даже у меня в Мигросе продавался. Немецкий, он в России тоже есть, душ, что-то там, он в Карфуре продается. В Мигросе в России в Золотом Яблоке есть, в многих магазинах. Очень клевый был, классный. Вообще, кстати, мне нравится, у нас был шампунь детский. Три кота из России со запахом, вата, сахарная вата. Очень крутой, мягкий шампунь. Я не знаю, кто это производит, просто три кота фирмы. Наверное, чистая линия, может, не знаю, на Вайлдбрисе есть. Я покупала в Золотом Яблоке. Офигенный, кстати, крутой шампунь. Настолько, что у ребенка путаются волосы. Я даже не использовала спрей там или маску, не делала для волос, чтобы они хорошо расчесывались. Хороший шампунь я бы даже повторила. Живя России только им бы и пользовалась. Купила вот это чудо. Это Джонсонс Бэйби, более доступный. Там арка немецкая, везде что-то ее нигде нет. Может, потому что за 100-150 лир шампунь детский никто не покупает в продуктовых магазинах. Ну, короче. Я зашла на Триндиок. Короче, я купила вот это в магазине. Здесь 500 мл. Это мы будем использовать как пену для душа. Отвратительный шампунь. Может, кому-то нравится. Я никого не хочу обидеть. Моему ребенку очень мне подошел. Очень путаются волосы. Нельзя их нереально расчесать. И даже когда ты волосы высушил, у них становится, у плотных волос турецких, прикиньте, становится такая структура, что они между собой путаются. Уже когда сухие. Со временем с ним постоянно какой-то колтун на башке создавался. Это было нереально. Кончики путались. Так что я это не советую никому. Сульфат и парабена, это я вообще. Представляете, ну что вы хотите за там 30-40 лир 500 мл средства? Что-то надо было напихать, особенно для детей. Насчет глаза разъедает, нет, я не поняла. У нас с этим проблемам. В принципе, всегда жмуримся, хмуримся с ней вместе, пока моем ее. Поэтому, не знаю, есть ли она у глаза или нет. Пахнет приятно. А что советую, я нашла. Это Веледа. Так что детский шампунь лучше в Азане, в аптеках в Турции покупать. Это детская Веледа. Она из России. И, кстати, в Турции дешевле, рублей на 400 даже этот шампунь. Веледа, где в Турции продается? Я заказала Стрэндиола, но в отделе Ебебека. На сайте Ебебек, в магазинах Ебебек. Это официальное представительство Веледа в Турции. Там и для живота, вот эти, кто беременный, может масло для живота, детское шампуни, детские кремы. Все-все-все детское есть. Календула. Запах у меня календула так себе не очень. Шампунь хороший. Честно скажу, стоил он, что-то не помню, по 200 лир. Он мне обошелся с доставкой. Будем пользоваться неплохой, но хочу отметить, что тот шампунь Трикота, не помню, за сколько он там, не очень дорогой был из России. Честно, эффект лучше, чем вот эта Веледа. Ну, из Турции зимеющих, вот я бы купила Веледа. Биодерм детский еще можно купить в аптеке. Тоже можно попробовать. Мустел хороший шампунь. Они прям вообще the best. Я просто надоела, честно, их запах. У них обычно вкусных запашков сладких нет, поэтому я не стала покупать. Детские просто безвкусные. Она просила с запахом какой-то. И что еще из такого детского прикольно? Вот это немецкая фирма, которая в Карфуре есть, в аптеках, не помню ее название. Она как-то дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. Плотными тональными я пользуюсь только для видео. Я пришла на такую схему. Я использую консилер для зоны вокруг глаз. Брови там оформляю, да, почищаю. Вот это все. Все остальное на лице в повседневке у меня вот такая пудра. Это Fenty Beauty 150. Я показывала ее в покупках, в профильтр. Тут, может быть, видно, нет, ямочка вырабатывается. Но довольно-таки экономично используется. Здесь вот такой спонжик, который надо каждый раз мыть. Очень грязнится. Но и не каждый раз, конечно, мою. Короче говоря, мне нравится. Стойкая история. Для чего? Для кого? Для жирной кожи. Склонной к жирности. SPF-ом здесь проблемы. Его здесь фактически нет. Ну, можно SPF отдельно на лето использовать. Неплохо перекрывает в виде такой пудры, когда у тебя нет проблем каких-то на коже. Но все равно консилером можно перекрыть и вот эту штуку оставить. Прямо в жару, в турецкую. Прикиньте, вот эта история заканчивает свое действие. Через 3-4 часа. Но никакими катышками, разводами и так далее. Медленно, как джентльмен, уходит с кожи. Незаметно. По-французски, по-английски прикрывает дверь. Короче, ну, просто жирница. Можно еще добавить, наслоить. И удобно с собой брать. Вот если ты куда-то там что-то идешь и не хочешь сильного себе. Макияж у меня сегодня. Обожаю его. Надо было, блин, идти на визажиста, что ли, учиться и красить людей. Короче говоря. Сама цветовой гаммы кайфую. Короче говоря, классный тональный крем в пудре. Кому нужно было, присмотритесь. 150, ну, 150 берите зимой. Для светлой кожи другой, 120, наверное, оттенок. 150 темноватый. Это мне сейчас вот под вот этот тон один в один. Он такой же темный, на загорелую кожу на лето. Только для жирной кожи. Сухие места. Я вот делала пилинг у косметолога. Когда были какие-то... Кожа немножко сходила, легкий пилинг. То у меня оно подчеркивало очень сильно вот эти сухие места. Такое для сухой кожи. Для сухой кожи будет держаться дольше, чем для жирной. Тоже может подойти. Но если у вас прям есть сухие участки какие-то, которые постоянно там сухой нос, например, или еще что-то, туда лучше не наносить косяков. Очень будет много короче. И моя находка и покупка. Наконец-то в Сифоре турецкой появилась. Марка Тарт. Помните? Буквально, может, в прошлом, позапрошлом в видеокосметике говорила, я бы купила у Тарт шейп-тейп. Это что? Это must-have вообще блогеров. Это из... Этому... Как назовем... Как назовем? Как это можно назвать? Забыла слово, вылетела из головы. Короче говоря, это легенда, назовем так. На этом весь бренд шейп-тейпа у них вот этот слоган. Тарт. Как бренд весь стоит на вот этом шейп-тейпе. Это консилер, плотный, хорошо перекрывающий, не скатывающий и так далее, и так далее, и так далее. У меня оттенок, сразу говорю, 12B Fair Beige. Это светлый. Много объема 10 мл. Он реально плотный. Немножко такой косметический, химический аромат есть. Вот очень свет. Даже сводч делать не надо. Вы видите, я, и вот он свет. На зиму будет окей. Почему я его купила? Ну, потому что я, как только начались продажи... В Турции проблема в Сифоре и в многих других Сивиль магазинах и так далее. Проблема со светлыми оттенками. Если светлые есть, надо брать, потому что очень быстро раскупаются, а темных очень много остается. Их светлых мало завозят, потому что они популярностью не пользуются, их раскупают. Потом очень туго их подвозят, очень мало их, быстро покупают. А миддл вот эти, потемнее для турчонок, их больше в обороте, всегда их много покупают, так же, и они всегда в доступе, потому что спрос на них есть. На эти белые мало спроса, блондины как бы тут поменьше светленьких, их труднее найти. У меня даже подружка летает, когда в Европу куда-то покупает себе консилеры и всякую такую тональненький свет, потому что тут трудно реально найти. Марка есть, а цвет оттенок всегда там на стоках, у тебя его нет. Что хочу ревью свое сказать. Мне нравится этот консилер, я не жалею, что купила. У них еще есть креми, новый год назад вышел. Я его потом попозже куплю, когда вот эти подрасходы, знаете, то слишком у меня много консилеров. Ох, сейчас еще покажу сравнение. Мне нравится, у меня реально он лучше, чем вот этот, для сравнения сегодня взяла худо-бьюти, но мне очень нравится. Два моих фалкс-фильтра, которые два моих любимых средства консилера сейчас и на всю жизнь, они очень похожи, но немножко разные. Если мы берем текстуры, тарт, чем он хорош? Буду так держать, чтобы понимали, что о нем говорю. Тарт, чем он хорош? Тем, что он реально виниловый такой, знаете, не скатывается. Он не полосит, плотный, классный, легко разносится, быстро застывая. И действительно, припудрив, у меня вот здесь такие бороздочки, даже в жаркую погоду, у меня сюда не вскатывается он, он очень долго держится. И вот даже порой я снимаю жидкостью для снятия макияжа с глаз, просто средством для мытья, пенкой для лица не смоется. Это слишком деликатно и просто для него. Вот так он сильный. Я его использую раз, мазок два, я его второй раз в бутылёк, кисточку не запихиваю, спонжик этот, потому что аппликатор. Это не нужно, это чересчур. Его, он вообще очень плотный. Я куплю потемнее, на парочку тонов даже, и попробую в другой формуле, в новой, которой Кримми. Почему я его сразу не купила Кримми, а Классику? У меня очень был этот классический вариант интересен. Потому что, почитав отзывы, я поняла, что Кримми формула, она менее стойкая, и больше было плохих отзывов, то, что вскатывается, плохо держится, плохо перекрывает и так далее. Но ещё у них ещё и третий какой-то есть там. Я их все в итоге куплю, попробую, когда-нибудь вам ревью по всем тартовским сделаю. Потому что пока что они здесь все по 10 грамм. Здесь очень много 10 миллилитров. Мне не измазать, наверное, за 2-3 года. Короче. Они очень похожи. Это два моих самых любимых консилера. Разница какая? Да, он может скатываться через 6-7 часов в жару. Он может скатываться и попадать в колбаски небольшие. Всё равно он остаётся. Он быстрее засыхает, пристывает, чем тарт. Он более жидкий и менее кремовый. Этот более кремовый. Им проще работать и быстрее. Ну, не прям водичка, он тоже плотный. Он более плотный, я бы так сказала. Поэтому он больше там где-то собираться может. За ним такое замечалось с пудрой. Он может собираться в морщинки. Этот нет. Более пшен кремовый. Этот как бы пожиже. По оттенкам. Если вы на меня равняетесь по оттенкам, я вам скажу, что... Худо Бьюти у меня... Йогурт Дропс называется. 1,5 Б. Б это что, тёплый? Не варм же? Не знаю, конечно. Надо смотреть на сайте, расшифровка есть. Он для меня тоже светлый. Он очень зимний, светлый. Так что я бы оба через тон даже потемнее приобрела на лето, если на зиму пойдёт. Но чтобы их использовать, они мне очень нравятся. И не покупать 10 ещё из разных оттенков. У меня есть вот такая штука. Затемнитель. Есть осветлитель, да, капли для тональных средств и консилеров. А есть затемнитель. У меня есть Катрис, затемнитель. Катрис у нас, кстати, из Росмана уже ушли давно. Сейчас не знаю, Катрис, наверное, может, только в интернете где-то в Турции продаётся. Давно её на прилавках нигде не встречала. Очень хорошие капли. Я советую Катрис, обратитесь к ним. Это всё смешивается классно. Не переборщишь. И мне даже нравится. Формула консилера не меняется от добавления вот этого. Он не становится более размазанным, менее плотным. Всё точно сохраняется, просто цвет меняется. Текстура, консистенция консилера не меняется. И это вот такое моё трио от настроения. Сегодня я хочу вот этим, завтра вот этим. Мне всё нравится. Если мы берём, и дать сводчи, покажу, хоть они и светлые. Если мы берём по сводчам тот и тот выбирать, здесь розовый подтон. Вот даже я. Я специально розовый. Я не жёлтая, на самом деле. Я розовая, мне холодная. Вот видите, даже с розового по часам, к холодному, вы видите. Вот, а тарт, оттенок, он более беломолочный. Сейчас я рядышком нанесу. И у него желтизны немножко. Он тоже розовато-жёлтый такой. Видите, разница есть. Вот здесь тарт, вот здесь фауксфильтр от Huda. Видите, кремовый, плотный. Давайте я даже его вот так вот сделаю, разнесу. Видите, плотность остаётся. Вот Huda, она более жидкая. Видите? О, видите сразу. Но его втушёвывать проще. Huda побольше наносишь, поплотнее. Плотность можно эту контролировать. И он застывает очень быстро. И он может прям вот таким пятном остаться, если ты не разносишь, и будет долго держаться. А вот тарт, его надо вот так вот. Видите, он много покрывает. Его много прям такой кремовый. Мне сейчас страшно подумать, что-то если кремовая, которая текстура, второй его перевыпуск был год назад. Что ж там такое вообще кремовое страшное тогда будет? Вот их разница, да? То есть этот более жидкий, этот более плотный. И результат очень похожий. Кому как удобнее, чем работать. Мне оба нравятся. Это два моих самых любимых консилера. Во веки веков. Раньше у меня ещё был любимый от Colorance. 0 оттенок, 0,1-0,2 вообще есть. У меня ещё остатки 0,2. Я уже больше покупать его не буду. Они изменили формулу. Новую я ещё не пробовала, но, говорят, она другая. Он тоже был хороший, жидкий. Плотно держался. Но это прям бомба-бомбическая. Блондинкам светленьким вам подойдёт. Даже можно уже даже из этих двух на тон потемнее покупать. На летом, конечно. На лето это просто белое, как смерть будете. Как стена. Как поганка вообще. Вот. Кто чем пользуется, расскажите. Что новенькое приобретали? Это два моих любимчика. Какие отзывы по ним есть? Пользуетесь? Нет. Я знаю, что тарт не всем нравится. Он довольно-таки плотный. Это от кожи зависит. Это на жирную кожу. Сразу говорю. Под глазами, когда жирнится. На сухую кожу. Это очень плотно. Это, скорее всего, не нужно. Это плотные консилеры. Они не всем подойдут. На жирную кожу. Отмечу. Или на комбинированную. Не на сухую. На сухую. Они будут и кукуожить. Следующее видео тоже у нас будет не за горами. Покупки с Сифоры. Сейчас скидка по Black Card в Сифоре. Я уже сделала один за Кэнс. Там туши у меня есть. На скидке я купила про запас парочку по туши. Расскажу, покажу. Моя любимая Lancome ко мне все равно едет. Я ей сейчас пользуюсь. В общем, видео скоро о покупках в Сифоре тоже будет на Black. Но это не Black Friday. Это по черной карте просто скидка. Интересно, а Black Friday у них будет в этом году? Это же ноябрь, да? Ой, конец октября, ноябрь. Посмотрим, короче, подождем. Может, у нас что-то еще... Короче, вышла Наташа Динона. Новая коллекция Dream Collection. Палетку я не буду покупать. Там сборные оттенки из других палеток. Они у меня все есть. Я хочу у них купить блеск для губ. Трио для щек и скул. И карандаш. Вот я об этом подумаю. Но еще в нашей Сифоре вроде 19 сентября появится. Если что, закажу. Я думаю купить. Наташа Динона. Никаких вопросов к их косметике. Мне очень нравится качество. Вот у меня всегда тени. Это всегда Наташа Динона. И далее. Я отмечу, что еще мне понравились румяна. Если я их куплю. Мун чего-то там называются. Это Benefit новые румяна. Красно-темные такие. Мне пробник в Сифоре пришел. Когда вот так заказывала. Офигенные румяна. Очень стойкие. Но мне как-то они там 700 лир стоят. Просто за румяна Benefit. Ну жалко, честно скажу. Потому что румяна долго тратятся. Это вообще на долгая история. Я там к ним особо не... У меня и румяна навала. У меня у Ауру Глаз две палетки здоровых есть. Где румяна, короче, как-то и не надо. Но мне очень понравились. Кто думает купить румяна. Присмотритесь к новой коллекции Benefit. Румян там самые темные. Полнолуние вроде Full Moon. Что-то такое называется. Красные такие. Ядрено. И они холодный красный оттенок. Я думаю, из-за оттенка все-таки я нано куплю. Блин. Короче, румяна крутые. Я даже подумаю. Наверное, все-таки... Я же буду трио от Наташи Динона заказывать для щек. Окей. Посмотрим. Будет видно. Жду ваших комментариев. Что вы пользуетесь. Чем? Пожалуйста, пишите комментарии. Ставьте лайки. Делитесь видео в соцсетях. Это так приятно. Когда вы смотрите каналы. Вот это вот общение волна. Кстати, кому нужна какая-то парфюмерия, например, нишевая, напишите на почту. Инфобоксе моя почта. Я могу вам здесь купить. Это разница сейчас по цене с Россией. Какие-то бренды очень многие ушли. Там Баруш Бакара, Армани Прайв здесь у нас продается и так далее, и так далее. Чего, например, сейчас нет. Можно отправить через Москву самолетом. Я знаю, как у меня есть этот человек, который этим занимается. Доставка, конечно, стоит денег. Я возьму процент небольшой за эту работу. Но это все равно выгоднее, чем это купить, если или этого нет в России на данный момент. Кому если надо, обращайтесь, короче говоря. Тоже почта в инфобоксе. Короче, всем спасибо за внимание. Следующее видео будет покупки из Сифоры. Посмотрим, что я там куплю. Или я подожду еще выхода Наташки Динонки в сентябре, в конце, да, и когда куплю, тогда попробую и все вместе сразу. Или два видео разбить. Напишите одно побольше, чтобы косметики было, или два поменьше, а-ля 12 минут разбить. Как вам лучше это снять? И они тогда побыстрее выйдут, потому что следующий заказ мне уже завтра приедет из Сифоры. А Наташку Динонку еще пару недель, наверное, ждать. Жду ваших комментариев. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok